ПАШИ ФРИМАН ПАШИ ФРИМАН ПАШИ ФРИМАН Обычная НЛД, там где-то вот в эту часть Тут у нас трансмиссия сжирает урон Как вы видите, у нас экипаж сидит Довольно плотно друг к другу, поэтому Если вам все-таки каморник зайдет, то Скорее всего, вы ваншотнетесь в лоб Особенно, если это советский каморник, который Можно сказать, легендарный в нашей игре А так, в целом, броня довольно хорошая Особенно маска орудия. Маска, ну, пробивается Очень тяжело. Также у нас есть лючок Мехвода, который тоже, кстати, примерно такой же Как на Д-34, только, разумеется На своем боевом рейтинге. Авиация Далеко не всегда вас может пробить Замечал, что он танкует все-таки Некоторые снаряды, ну, кроме крупнокалиберных, наверное Если только взять. Если на вас хеночка 129 налетит, то, конечно же, она вас пробьет Она пробьет всех. Вообще всех Остерегайтесь хеночек 129 Из вооружения, ребятки, у нас есть замечательная 75-мм пушка с Очень неплохой баллистикой и Неплохими снарядами. Если вы попадаете на Свой боевый рейтинг, советую вам использовать, разумеется Каморные снаряды. У них не очень Много пробоя. 66 мм с 500 метров Но у них 270 г взрывчатки А это, на секундочку, ребята, больше Чем в ИС-2 То бишь в Д-25Т в каморных снарядах Взрывчатки меньше. Единственное, кстати, что Я вот замечал по И на стримах, да, вот на последних мы Очень много на Лиончелло катали И вообще в целом это то, что у него задержка Взрывателя 1,3 метра. Иногда Даже относительно бронированные Танки, если вы стреляете им в горд, снаряд Может пролететь насквозь и не взвестись Такое иногда бывает. Либо взвестись Слишком поздно, когда он уже пролетел все боевое уделение И взорвался где-то там около двигателя Или типа того. Такие ситуации были Довольно часто и танк выживал При этом у него был наводчик живой И естественно он вас убивал в ответочку Такое у меня бывало происходило. Поэтому Более точно прицеливайтесь и стреляйте И именно прям вот пытайтесь выбить наводчика Если вы попадаете вниз списка, то советуем Вам использовать кумулятивные снаряды Тут всего 100 мм пробоя, но на 4.0 4.3 этого в принципе достаточно На своем боем рейтинге уж тем более Чтобы пробивать танки. В том числе и КВ И 34-ки. Правда Иногда бывают проблемы с довернутыми 34-ками и например шерманами Там да, там бывают проблемы Там у него не хватает бронепробития В общем не пробивает этот кумулятивный снаряд И даже против зенита к вам вполне себе хватит Кумулятивного снаряда Можете брать 50 на 50 спокойно Даже наверное кумулятивов чуть побольше Это во всяком случае мои личные замечания Также у нас имеются домовые завесы Они падают с зада танка Как на советских танчиках Поэтому ребятки обращайте на это внимание А задний ход у нас очень слабенький Так что как бы они есть Но как бы не всегда ими можно будет воспользоваться эффективно По подвижности я бы не сказал что он топчик Но в принципе не совсем уж такой медляк По тактике игры друзья Я могу выделить только Раш и штурмы точек Соответственно по другому Ну я в принципе люблю на любых танках так играть Даже на каких-то легкой бронированных и так далее Но тем не менее ребятки На Лиончелу надо ехать на точку Ничего не стесняться Так как у вас есть броня А у вас есть хорошее орудие Кстати неплохая перезарядочка На Экспертах у нас перезарядочка с вами 5,7 секунды Что вполне себе неплохо И очень ребят повторюсь Очень хорошая баллистика орудия На своем боевом рейтинге Просто отличная Броня танкует ребятки Она просто немножечко под углом Довольно часто проходит по вам рикошета Либо вообще непробитие Собственно учитывая этот факт Я и решил как бы на этом танке Реально рашить и ехать Напомню что это не только Лиончелу Это умеет абсолютно то же самое Потому что они одинаковые К тому же друзья он не такой уж дорогой Вы помимо того что быстрее прокачаете Вы еще форманете немножечко денюшек Что как бы тоже неплохо на мой взгляд Ну и соответственно быстрее прокачаете новый экипаж Потому что с вводом Италии Лично я не очень люблю ввод новой нации Потому что надо качать экипаж с нуля Это вот на самом деле это реально большая проблема Многие не придают этому значения Но к сожалению это так Потому что когда экипаж нулевый У вас выживаемость слабая Очень слабая выживаемость У вас не крутится башня Не наводится орудие То есть те кто не знал Если у вас экипаж Например вообще не прокачанный Нулевый Вообще нулевый Совсем да Наводчик например Он у вас не может в двух плоскостях Одновременно наводить орудие Он у вас наводит сначала по вертикали Например потом по горизонтали Или наоборот Шерманы друзья тоже Довольно опасный враг У него есть сплошные снаряды Поэтому он вас пробивает в лоб Довольно легко От теми которые топовые Камернички очень хорошо заходят вам в борт Поэтому борта очень ребят берегите И не давайте врагам подъезжать сзади Потому что вам тоже там Особо танковать то и нечем Ну как видите Меня довольно долго обстреливают Я конечно уже Не боеспособен Но Все же я Жил довольно долго Учитывая что меня обстреливало Несколько танков Одновременно Также из плюсов хочу отметить Довольно неплохие углы наведения У нас минус 10 Плюс 25 Правда у нас Скорость подъема и опускания пушки Довольно медленная и маленькая Поэтому Хоть и углы хорошие Но опускается или поднимается Очень Очень медленно Поэтому ребятки Советую вам заранее прицеливаться Например если вы выезжаете из-за холма Или выезжаете на холм Если вам надо сменить угол для стрельбы То лучше всего Сделать это заранее Ой Букладочка черненькая Кумулятива Ой как спасибо тебе Вартандер Не у меня подсасывает фраг Вы кстати замечали Какой реалистичный Вартандере снег Я довольно часто его вижу На стримах Но тем не менее Я всегда удивляюсь Потому что все снежиночки У нас объемненькие Все они имеют свою позицию И короче вообще прям круто Ставьте лайк Если вам тоже нравится Графика Вартандера Но сейчас друзья Немножечко не об этом Если вы попали против топов Вам лучше всего Не рашить То есть прекращайте раш Рашит конечно всегда очень хорошо Захваточек Там все дела Но тем не менее Воевать становится довольно тяжело Учитывая что вас пробивают Абсолютно все враги На БР4-3 На 4-0 Там кстати тоже Могут это сделать В последнее время Вартандере случаются Содяночки В сетапах Так что вы можете встретиться С таким же П-40 как и вы Что вызовет некоторые трудности С пробитием друг друга Каморными снарядами Поэтому всегда ребятки Возите с собой кумулятиву 50 на 50 боекомплект Всегда вам поможет Даже не знаю это минус или нет Но скорость поворота башни У нас тоже не особо Такая быстрая Я бы не сказал Что она прям совсем медленная Как например на Пантере Хотя Пантера Совсем другой боевой рейтинг Но тем не менее Она очень медленно Поворачивает башню Но все же здесь Не идеальный Этот показатель Поэтому тоже Советую вам Учитывать этот момент Когда вы будете Выезжать на противника Вообще друзья Рекомендую вам Играть в пати На этом танке Если у вас будет 2-3 Лиончелла В одном отряде Это будет просто Замечательно Если складывать все показатели У вас будет суммарно Очень большой Винрейт Я так считаю Потому что Ну если у вас конечно Есть скилл Какой-никакой Хотя бы какой-нибудь Средненький Или ниже средненького Потому что танчик Замечательный И делать может многое Кстати возможно Лиончелла Я выговариваю Неправильно Так что извиняйте Также у нас есть Два 8-миллиметровых Пулемета Которые Очень маленький Боекомплект имеют Смотрите Все Магазины опустошены Они правда Быстро перезаряжаются Но тем не менее Это как бы Не очень хорошо Про авиацию Особо так сильно Не постреляешь Если друзья У вас есть И П-40 Лиончелла И П-40 обычный В сетапе То Хорошее количество Фрагов Вам гарантировано И подводя итог Ребята Мы можем заключить Что у нас есть Неплохая броня Для своего боевого рейтинга Очень неплохая пушка С хорошей перезарядкой И неплохими углами Наведения Неплохие Кумулятивные Камерные снаряды Камерные Это вообще Прямо отдельная история Потому что Опять же 270 грамм взрывчатки Это очень Очень много Но Есть свои минусы В плане Задержки взрывателя Не всегда Он срабатывает Так как вам нужно У нас средняя подвижность Средняя скорость Поворота башни Но у нас есть Разумеется И минусы У нас Довольно медленно Опускается пушка У нас борта Плохо защищены Экипаж Доходится Очень близко Друг к другу Нас относительно часто Кидает на БР выше На 4.3 4.0 Это прям вот Прямо довольно часто Но все же Там тоже можно воевать Заднего хода У нас нету Дымовые завесы У нас вываливаются Из задницы Что не дает нам Закрыть Весь наш перед И уехать от врага Ну и пулемет У нас 8-миллиметровый 2 И пулемет У нас Всего лишь 8-миллиметровый Их 2 Один из них Зенитный Но их недостаточно Чтобы нанести Какой-то серьезный урон Самолету И боекомплект Кончается довольно быстро Но в целом При должном скиле То есть вы должны На нем немножечко Научиться играть Разумеется Как и на других танках В принципе Да Но все же Тут надо немножечко Пристреляться Хоть баллистика неплохая Но все же иногда Она дает о себе знать Кумулятивные снаряды Немножечко Медленнее летят Чем каморные Обращайте на это внимание Там надо немножко Упреждения по-другому брать Опять же Если у вас Линейка танков Италии Вообще не вкачана Запомните Что у вас будет Экипаж нулевый Это реально Очень большой минус В плане выживаемости Экипажей И их возможностей Потому что Топовый экипаж И башню крутит лучше И разгоняется лучше И поворачивает лучше И тормозит лучше Перезаряжается лучше Все делает намного лучше А нулевый экипаж Разумеется Все это делает не очень Поэтому надо на это Делать акцент Но лично я По своему мнению Картавому Ставлю этому танку 8 из 10 Просто за то Что он Очень хорошо Сбалансированный Замечательный танк Для начала прокачки Нации Очень подойдет Но если у вас Нету денежек на него То можете просто Вкачать П-40 Обычный классический И на нем уже Так же абсолютно Нагибать Как и на Лиончелло Потому что они Одинаковые Если вам друзья Было интересно Не забудьте поставить лайк Подпишитесь на канал Обязательно У нас рубрика Будет выходить Я думаю Один или два раза В неделю Так же не забывайте Смотреть подборочки По War Thunder На стримы приходите Почти каждый день По будням Все ссылочки Есть в описании Друзья В том числе И на расписание стримов Чтобы вы их Не могли пропустить Ну и с вами был Картавый стример Паша Фриман Всем удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok